Меня зовут Татьяна Любимова, и я природная ведающая. Давайте будем смотреть, что там за мужчина. Во-первых, что он там вообще, о чём думает сегодня? Вообще, в целом, не только о вас, а вообще, что у него за характерец сегодня? Он стабилен, он предприимчив, он зарабатывает, успевает отдыхать как-то, да, не только работает, ещё отдыхает, защищает своё личное интимное пространство. Не склонен рассказывать о себе, о своих подругах, о своих друзьях, о своей общей жизни. Особенно об интимной её части. Много секретов, занят работой, ну, по большей части. Любят, конечно, главенствовать, манипулировать. Он может быть и меценатом, он может помогать, и уделяет время и внимание также всем по мере необходимости. Человек видит свои перспективы, хорошо нацелен в будущее, в ближайшем будущем у него. Он избежит каких-то препятствий, каких-то, даже какого-то предательства, каких-то козней в свою сторону. Потому что он хорошо так видит, предчувствует, что с ним. Он просто много работает, у него хороший житейский опыт. И он не вкладывает туда, где нет перспективы. Если он чувствует, что дело не пойдёт, он не будет вкладываться, не будет общаться с этими людьми. У него когда чуйка здесь есть, он обходит намного неприятностей стороной. Думай его вообще в целом о чём сейчас. Ух ты, о какой-то ссоре, о нервностях с двумя женщинами. Здесь и мечевая, и женщина, которая, ну, может быть, женой, может быть, самой лучшей для него. Как-то он между двух огней. Я не говорю, что это треугольники, тем более дорогие. Это общий сеанс, делите на два информацию. Относитесь, конечно, больше как к развлечению. Но при правильном прослушивании, просматривании, принятии информации канал мой волшебный, реально волшебный. Так что вы можете получить ответы на многие свои вопросы. Ну, а индивидуально, если захотите. Второй, там и магические инструменты. Я смотрю экстрасенсорно в каналах, есть на знания, есть на видение. По фото можете обращаться. Ну, и информация есть под видео. Внимательно читайте и делайте ваши заявочки, дорогие. Устала сегодня очень много было работы, просмотров. Вот. И длительные по времени так получилось. Поэтому надеюсь на ваше понимание. Немножко подзаговариваюсь. Итак, давайте посмотрим, что между вами. Десятка Пентаклей. В принципе, мораль и сей басни такова. Хорошо, когда все хорошо. Когда стабильно оно идет. И деньга к деньге. И отношения ладятся. И все замечательно. Может быть, вы даже дружите. Ваши родители дружили. Или вы сами. Вы можете друг друга знать уже давно. Ну, или как будто вы знаете давно. И вы понимаете его устои, устои его семьи. Его близких и родных. Как-то вам это близко. Он вас как-то понимает. Узнаете, вот здесь какое-то такое хорошее мироустройство между вами. Материальность, стабильность. Ну, вы знаете, полная чаша, когда. Не только эмоции. Мы сейчас сердечность пока не смотрим. Ну, вот здесь хорошо и хорошо. Самое интересное, что вы здесь выходите королевой мечевой. Может быть, человек не свободен. А вот она вы. А может быть, это вы в двух ипостасях. Что вы не только можете быть очень своенравной, самоуверенной. Где-то себе на уме кокетливой, строгой, холодной снежной королевой. Очень активной и деятельной. Но не как по югу, а как по северу. Не как по огню, а как по льду. Ветер ледяной, освежающий, отрезвляющий, колючий. Вот такая, такая завораживающая женщина. Очень умная, критичная. Он здесь, смотрите, он старается. Он тоже хитренький. Он тут на рожу, он-то не лезет. Он старается баланс с вами. И в умеренности себя держать. Да? В какой-то сосредоточенности. Возможно, он даже вам не дает страсти. Вас это, ну, как-то, может быть, удивляет. Вы привыкли повелевать, завоевывать. Мужчины на вас оборачиваются, побаиваются. Тем не менее, вы очень притягательны для них. Но здесь вот это прям суровое. Возможно, да, есть какие-то претензии, если человек не... Не одинок. И еще, смотрите, умеренность, аркан-сила. Вот это между вами, да, в ближайшее. Это все-таки гармония и баланс. Как часто мы говорим о гармонии и балансе. Вы посмотрите в видео, девочки. Ведь в каждом видео это звучит. И как это важно сейчас, да? Уравновеситься. Мужчина, он не активничает особо. Тем не менее, он с уважением к вам. И еще, как совет, рекомендация сразу. Вот здесь тоже маг делает дела. Быть успешными. Не забывать, да, о том, что есть еще свои какие-то увлечения, свое развитие. Но тут вот 24 на 7 как-то не очень, да, не должно. Но сейчас мы посмотрим. Посмотрим, что скажет мужчина о своих мыслях. Да? В своих, возможно, чувствах. Думайте о человеке. Поставьте лайк данному видео. Пусть вас будет замечательно. Хорошее сбывается, плохое прорабатывается и уходит. Итак, первая мысль о вас. Он тоже, кстати, в мечевом. Посмотрите. Много о вас думает и хочет, чтобы все было правильно. Девочки, но вы и мечевая, а он вас видит императрицей. То есть вы и та, и та. И такая, и такая. Если он к себе очень похожа, да, вы оба вышли здесь по льду, по холоду, по острословию, по остроумию, по эрудиции, вам интересно друг с другом поговорить. Это как в шахматы играть. В общем-то, тут надо все ходы заранее продумывать. И вот найдя к вам подход, конечно же, вы можете для него быть самой лучшей идеальной женщиной, самой настоящей императрицей. И плюс еще здесь, посмотрите, он думает, что вы, тем не менее, хороша и фигура, и душа. Эмоциональный, капризный, требовательный, наивный и добродушный, добры, доверчивый. Иногда семь пятниц на неделе. Но это-то ему и не дает успокоиться. Он пытается вас просчитать, он пытается рассчитать что-то себе. Получается ли это у него? Навряд ли, но он себя держит в руках. Вот здесь он, знаете, он даже вас иногда подлечивает. Иногда, когда вы с катушек слетаете, да, он здесь гарант вашей уравновешенности. Хотя вы сама еще та стрелянная стрекоза или воробья. Ох, на своих сеансах, девочки, вот особенно в общих видео, да, такие я словечки выдумываю. Ну что, если они вот так вот прям сами идут, да? Так, и еще его мысли. Посмотрите, здесь какие-то события, которые нарушают некие ситуации, некие планы. Тем не менее, у вас будет удачный случай. Он его уже продумывает. Встречи, времяпровождения. Прекрасного. После всех невзгод захочется отдохнуть. И здесь какое-то такое красивое состояние. Вот именно равновесное. Здесь как будто бы исцеляющая сила, да, пробуждается. Особенно, когда вы вместе. Что еще он о вас думает? Девочки, ну он тоже видит себя императором в отношении вас. И что вообще в ваших отношениях, да? Ну он должен принимать решения. И, между прочим, здесь показывают, что в скором времени должны быть серьезные предпринятые шаги с его стороны. То есть он уже здесь должен вам что-то будет предложить интересное. Какой-то новый вариант развития событий. Развития ваших отношений именно, да? Какую-то новую страничку предложат открыть. Но, вы знаете, не все сразу откроется. Он будет полузакрытое, да, что-то. Но здесь очень серьезные и большие изменения. Еще раз, плюс или минус это будет. Это закрытая карта. Так, здесь важно не падать духом. Здесь любовь. Здесь про любовь, про влюбленных, про встречи, про радость бытия, про радость отношений. Если у вас, ну, смотря на сколько там нехорошо сейчас, то примирение. Как-то здесь видеть друг друга, выбрать друг друга. Все, вот такая ставим, да? Не будем мы дразнить быка, брать за рога. Давайте сделаем сейчас еще бонус, бонус. Какой бы вы бонус-то хотели бы? Давайте, если есть третьи лица, посмотрим, что у него с другой. Что у него в других отношениях. Первое, второе. Третье. На третье два аркана вышло. Ну, два и посмотрю. Может быть, еще возьму добавочный, если буду спорить на какой-то вопрос. Спортный момент. Первое. Вы знаете, здесь правосудие. Здесь все по букве закона. Там какие-то юридические основы их брака или их отношений. Может быть, люди собираются закрепить отношения. А может быть, наоборот, расстаться. Давайте сейчас плюс или минус. Но здесь что-то прям кармическое. Вы знаете, нет, здесь что-то люди радуются, что-то. И здесь как бы, ну, если не женат человек, да, как-то оформить свои отношения все-таки. Ну, там быстрое пресыщение, опять же, происходит, да. Ну, возможно, возможно, может быть, у них и просто такой союз. Если женатый человек, то скрепление. Хотя, друзья, подружки, да, могут быть помехой. И, возможно, там даже есть или, возможно, в будущем адюльтеры. И такое может быть. Но это все сложно, все-таки общий сеанс. Поэтому приходите на индивидуальный, обращайтесь. Дистанционно смотрю. То, что можете из любой точки мира обратиться. Второе. Здесь воодушевление. Но вместе с этим измены. Что у него там в других отношениях? Измены. Не буду говорить, как я это знаю, хотя это и общий сеанс. Но вот так показывают. Секретов своих не открываю. Но здесь неверность в тех отношениях. Ненагуленность. Он считает, что он может делать, что хочет, как захочет. Он же ведь великий император. Потом сомневается в правильности своих действий. И вот мы здесь видим жрицу. Так. Тайную женщину-любовницу. Надеюсь, со вторым вариантом все понятно, да? И третий вариант. Не будем долго останавливаться, девочки. Это общий сеанс. Кому важно, приходите индивидуально. Там человеку тоже уходят, приходят, уходят. И все-таки здесь любящая женщина. И он постоянно возвращается, потому что знают, что его там сильно любят. И, скорее всего, так как никто не полюбит. Да, он не может сделать выбор. Он не может определиться, если он уходит куда-то, к кому-то. Он возвращается, и он не делает выбор, девочки. Ни в ту, ни в другую сторону. Ну, раз возвращается в семью, или же к другим берегам. Мы не знаем, каков там статус, да? Ну, вот как-то так. Как, ну, вот эта деревяшка, да? В воде, которая плавает. То к одному, то к другому берегу. И нет определенности. Я надеюсь, что вам было интересно и полезно. Вы с удовольствием подписались на второй мой канал. Магия, психология, второй информация есть под видео. Проходите по ссылочке, да? На этот канал основной, любимый ВТВ. Нас ждет много интересного. Подписывайтесь, ставьте пальчики вверх. Благодарю вас за то, что вы комментарии пишите. И за ваши донаты, дорогие. Пусть ваши финансовые потоки только усиливаются. Далее у нас на умножение, на сексуальность, на оздоровление, исцеление. На финансы, на любовь и отношения. Практики. Практики у меня проходят. Вообще, нужно себя зарекомендовать в чате. Это Телеграм. Там сначала мы общаемся с вами, да? Потом выходим на уровень. Сначала нужно вообще в Телегу подписаться. Вот. Потом постучаться в чат. Познакомимся с вами. И дальше у нас уже идет практическая работа. Я много иду в дар. На улучшение качества жизни, отношений, финансов. В общем, в разных сфер. Моя частичная благотворительность, частичная моя десятина. Где-то мне хочется помочь. Ну, а где-то просто... Знаете как? Хочешь стать лучше, сильнее... Ну, не только учись, но и обучай. Вот что-то такое. Потому что мои сеансы, они еще где-то что-то я подучиваю. Как бы, да? Ну, вот так. Духовный проводник. Наверное, можно так сказать, да? Энергопотенциал мы с вами. И много-много-много-много практик и методик. В общем-то, все мы это понемножечку. Я с этим работаю, занимаюсь, обучалась сама, да? И что-то могу передать. Поэтому в качестве выхода на новые позиции наши, да? Вот эти наши квантовые новые моменты. Вот это интересно и важно. Я думаю, мне это очень интересно. Кому интересно, подключайтесь, присоединяйтесь. Нас ждут великие дела. Вот так. Ну, и благодарю за донаты, дорогие, еще вас раз. Потому что вы поддерживаете мой канал. И вообще поддерживаете мою работу. Во время, когда нет монетизации, да? И я выхожу, как и многие мастера сейчас, просто из альтруизма. То есть это безоплатно. Поэтому цените, пожалуйста, мое время, силы, энергию, любовь к вам. И, пожалуйста, все-таки помните, что каждый ваш пальчик вверх, каждый ваш комментарий дает мотивацию на наши новые встречи. Ну и плюс будет плюсик по вашу карму. До новых встреч, дорогие. Быть добру. И пока-пока. До новых встреч. Продолжение следует...